В системе общественного транспорта особой категории всегда были службы такси. Сегодня в областном центре их действительно немало. Каждый может выбрать перевозчика в зависимости от уровня кошелька, степени комфортабельности автомобилей, доступности обращения через мобильное устройство. К слову о последнем, этот критерий во многом стал определяющим в рамках новых норм закона об автомобильных перевозках. Например, при заказе автомобиля через интернет-приложение счет клиенту выставляется автоматически в электронном виде. Исходя уже из тех изменений, которые внесены в закон, можно отметить, что предусматриваются такие права пассажира, как, к примеру, получение электронной квитанции в случае заказа, к примеру, автомобиля такси с помощью электронно-информационных систем. Предусматривается также возможность законной неоплаты услуги автомобиля такси в случае, если автомобиль такси не оборудован кассовым суммирующим аппаратом, подключенным к таксометру, либо с неработающим кассовым суммирующим аппаратом, подключенным к таксометру. В связи с появлением новых форм перевозок, когда заказ и расчет за проезд оформляются через мобильное приложение, отдельное внимание уделено таким системам, как Uber. Уже сегодня можно сказать, что деятельность их отнесена к диспетчерским службам, то есть они будут считаться диспетчерской службой. Единственное, что, конечно, этот, скажем так, вид деятельности у нас сегодня, он тут проходит стадию установления. Я думаю, что еще после того, как эта стадия произойдет, могут быть внесены какие-то коррективы в их работу. Отдельным блоком определена организация перевозок, в том числе и с помощью такси с вокзалов и станций. Теперь, если у службы или предпринимателя нет договорных отношений с руководством пассажирских терминалов, то ожидать клиентов такие машины на обозначенной территории не смогут. Об этом, например, уже официально заявил Национальный аэропорт Минск. По мнению экспертов, нововведение должно сократить количество водителей-нелегалов.